Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. И я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. В Чувашии с рабочим визитом находится делегация Удмуртской республики. На перспективу. Главы администрации Урмарского и Комсомольского районов подписали договоры с ЧГПУ о целевом обучении студентов. Мы вместе. Крым отмечает три года воссоединения с Россией. Сегодня в Чувашии с рабочим визитом находится делегация Удмуртской республики. Гости посетили предприятия и даже сыграли с командой правительства нашей республики в хоккей. Впрочем, обо всем по порядку. Начался визит со встречи с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Хоть и не соседи, но очень похожи по многим показателям. Так говорили про Чувашию и Удмуртию представители обоих регионов. А значит, опыт одной республики можно и нужно использовать в другой. У нас интересует все по Чувашской республике. В первую очередь, конечно, здравоохранение. У вас есть тут передовые технологии, которые принимаются уже не первый год. Мы работаем и сотрудничаем в области культуры, сельского хозяйства, в области промышленности. Не надо изобретать велосипед, как сказал глава Чувашской республики. Надо учиться друг у друга, а учиться есть чему. Представители Госсовета Чувашии, в свою очередь, заинтересовались законотворческими инициативами удмуртских коллег. Мы в Госсовете подготовили законопроект, посвященный комплексной межведомственной медико-социальной реабилитации инвалидов. И в котором мы предполагаем скоординировать деятельность всех девяти этих ведомств. И надеемся, что эта работа приведет к тому, что уменьшатся бюрократические барьеры, и инвалид получит более эффективную реабилитацию. Очень неплохой пример по поводу оптимизации расходов на уровень муниципалитетов, на уровень поселкового совета. Михаил Игнатьев отметил, регионам важно работать вместе, чтобы подобные инициативы выходили на федеральный уровень. Отныне делать это будет легче. Стороны подписали договор о межпарламентском сотрудничестве. Впрочем, соглашение открывает возможности не только перед законотворцами. Предприниматели в Удмуртской республике у нас работают, наши предприниматели в Удмуртской республике или других регионах работают. А тем самым мы улучшаем качество жизни людей, создаем новые рабочие места и реальный сектор экономики. В целом Российской Федерации развиваться будет лучше. К визиту Удмуртской делегации мы еще вернемся, а пока о других событиях. Крым отмечает три года воссоединения с Россией. Празднование начинается сегодня, день референдума. Салют будет в субботу, 18 марта, в день, когда воссоединение объявил президент России Владимир Путин. Вместе с крымчанами третью годовщину исторического события отмечает вся страна. Севастополь, Крым, Россия! Ровно три года назад в эти дни Чувашия вместе со всей Россией узнала результаты проведенного в Крыму референдума. 97% участников высказались за вхождение Крыма в состав страны в качестве субъекта федерации. Явка на референдум составила 83%. 17 марта Россия признала независимость Республики Крым, провозглашенной на основании Декларации независимости и результатов референдума. А 18 марта подписала с крымскими властями договор о просоединении Крыма к России. С тех пор в эти дни во всех регионах проходят праздничные мероприятия и митинги. Мы, как и три года назад, солидарны с жителями полуострова и поддерживаем их выбор. Спустя полгода Чувашия подписала с Крымом и Севастополем соглашение о сотрудничестве, которое активно реализуется. Делегация Республики побывала на полуострове. Наши энергетики участвовали в строительстве энергомоста. Расширяются и культурные связи. В субботу, 18 марта, в Чебоксарах на площади Республики состоится митинг, посвященный трехлетию воссоединения Крыма с Россией. И праздничный концерт. Начало в 11 часов. Месяц прошел с момента вступления в должность нового уполномоченного по правам ребенка в Чувашию Елены Сапаркиной. Что успела сделать омбудсмен за это время, она рассказала сегодня главе региона. Посещение детских домов и интернатов. Этим первым делом занялась Елена Сапаркина после вступления в должность. За месяц она объехала почти все учреждения Республики. В основном у нас в республике ситуация положительная, то есть обеспечение материально-техническое, специалистами очень на хорошем высоком уровне. Детей-сирот немного, которые воспитываются в домах-интернатах общего типа, это 45 детей. А в доме-интернате для детей с ограниченной возможностью здоровья 60 детей. Михаил Игнатьев обратил внимание на безопасность детей в интернете и их защиту от информации в так называемых группах смерти в социальных сетях. Также на встрече обсудили предоставление льгот малоимущим семьям, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. Куда пойти работать после окончания вуза и на каких условиях? Этот вопрос волнует почти всех выпускников. Органы власти тоже заинтересованы в том, чтобы молодые люди работали по специальности. Сегодня глава администрации Урмарского и Комсомольского районов подписали с Чувашским педагогическим университетом договор о целевом обучении студентов. Дефицит молодых специалистов в сельских школах – серьезная проблема. Выпускники педагогического вуза или ищут работу в городе, или идут трудиться вовсе не по специальности. А свежие силы очень нужны. У нас 47 – это средний возраст педагогов в Комсомольском районе. Эта цифра очень большая. Большая часть из них уже находится в предпенсионном, скажем так, в возрасте, но есть и педагоги-пенсионеры. В этом году у нас средний возраст 47 лет. Мы попытались снизить до 44, потому что за два года учебных к нам в школу пришли 9 молодых специалистов. Между тем новичков в сельских школах встречают очень приветливо. К примеру, новоиспеченный сотрудник в первые месяцы работы может получить зарплату наравне с учителем первой квалификационной категории со стажем больше 10 лет. Дальше все зависит от него самого. Материальное стимулирование по-прежнему считается самым эффективным. Некоторые районы говорят, мы готовы платить по 2000, допустим, условно ежемесячно студенту, который обязуется после учебы вернуться в эту школу и отработать не менее трех лет. Некоторые школы готовы создать условия для прохождения практики, чтобы дорогу оплатить, общежитие, проживание. Мы очень рассчитываем, что район будет оплачивать получение второй профессии. Соглашение о сотрудничестве между университетами и сельскими школами вносит ясность во взаимоотношения. Студент будет знать, какие условия его ждут при трудоустройстве, а школа решает кадровый вопрос. Алексей Петров уже определился с выбором. Я хочу работать в дальнейшем в Комсомольском районе. Там есть небольшие проблемы в спорте, в плавании. Мне обещали там хорошие надбавки к зарплате. Напомним, что подобная практика принесла свои плоды. По такому принципу университет уже сотрудничает с Шумерлинским и Красночитайским районами. Татьяна Филатова, Мальвина Петрова, Сергей Адушкин, Республика. На следующей неделе, 21 марта, в Чебоксарах проверят работу системы экстренного оповещения населения. Электросирена включится ровно в 10 часов утра. В это время прозвучит громкий сигнал «Внимание всем!». Повторно он прозвучит в 10.30. Проверка носит плановый характер, в связи с чем горожан просят соблюдать спокойствие и не создавать панику. Удмуртские парламентарии бросили вызов коллегам из Чувашии. Сегодня народные избранники двух регионов и члены правительства сошлись в хоккейных баталиях. Подробности в следующем материале. На Чебоксарский лед вышли не просто настоящие мужчины, но и игроки со стажем. Депутат Госсовета Удмуртии Дмитрий Лукин хоккеем увлекается с юных лет. Несмотря на плотный рабочий график, парламентарий старается не пропускать тренировок. Школа хоккея в Удмуртии существует и работает, и дает известные имена. Есть члены сборной России. В Чебоксарах хоккей возрождается. Такая арена очень красивая, комфортная. Я думаю, достойные поколения вырастет и в Чебоксарах хоккеистов. И именно местные власти, отмечают депутаты, должны показывать детям на личном примере, что спорт сплачивает и закаляет волю к победе. Надо просто-напросто вовремя найти все силы и пойти заниматься спортом. Я занимаюсь активно и хоккеем, и футболом, в свободное от работы время. Ледовые дружины регионов пошли в атаку с первой секунды. Счет в матче открыли гости, но хозяева арены не желали уступать и сравняли его. Народные избранники Удмуртии признаются, что в Чувашской республике они встретили достойных соперников. Вообще хоккей набирает популярность в обоих регионах. Товарищеская встреча, говорят депутаты, стала эффектной точкой рабочего визита в республику. Но уже намечены и планы на перспективу. Итак, победила дружба и уже назначен матч-реванш. Его предложили провести в Удмуртии. Делевацию Чувашию в Ижевске ждут с ответом. Воспитанница Чувашской школы биатлона Татьяна Акимова выступит в заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону. Тренерский штаб сборной команды России определился составом команды, которая 17-19 марта представит страну в норвежском Холмен-Колине. В первый день соревнований биатлонисты разыграют медали в женском и мужском спринте. Старты в 16.00 и в 18.30 по Москве. В субботу состоятся две гонки-преследования у женщин и у мужчин, в 14.45 и в 17.00 по Москве. А 19 марта станут известны победители в масс-старте, в 13.15 у женщин и в 15.30 у мужчин. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова